Что будет, если между двумя шарами, висящими на нитях, направить сильную струю воздуха? Кажется, что струя растолкнет шары в стороны. Включаем воздуходувку, и шары неожиданно притягиваются друг к другу. Шары вращаются, значит поток пробивается между ними. Почему же он их не расталкивает? Сделаем еще один опыт. Прикрепим к шлангу воронку и включим воздуходувку. Положим в воронку резиновый шарик. Вместо того, чтобы вылететь из воронки, он втягивается в нее. Перевернем воронку, а шарик из нее не выпадает. Почему же струя удерживает шарик вместо того, чтобы вытолкнуть его? Похожий опыт можно сделать и с водяной струей. Поднесем к ней шарик для настольного тенниса. Он втягивается в струю и висит в ней на наклонной нитке. Похоже, что быстрый поток газа или жидкости обладает парадоксальными свойствами, с которыми надо разобраться. Для этого рассмотрим воду, текущую по трубе переменного сечения. С уменьшением площади сечения трубы скорость воды в ней возрастает. По второму закону Ньютона, для увеличения скорости на воду должна действовать какая-то сила. Поэтому давление в широкой части трубы должно быть больше, чем в узкой. Стало быть, при сужении трубы давление в ней будет не возрастать, как может показаться на первый взгляд, а падать. Этот удивительный парадокс называется эффектом Бернулли по имени его открывателя, швейцарского физика Даниила Бернулли. Трубу переменного сечения можно склеить из двух одноразовых пластиковых бокалов. Когда мы дуем в такую трубу, давление воздуха на выходе будет атмосферным, значит, в узкой горловине оно должно быть ниже атмосферного. Чтобы это проверить, вставим в стенку трубку, подключенную к датчику давления. Дунем в трубу и датчик показал понижение давления на 5 кПа, то есть на 50 см водяного столба. Опустим нижний конец боковой трубки в подкрашенную воду и снова дунем. И вода поднялась на 30 см. Чтобы еще сильнее понизить давление, подсоединим трубу к воздуходувке, которая обеспечивает гораздо большую скорость воздушной струи. запустим воздуходувку. У нас получился отличный пульверизатор. А теперь подсоединим к трубе пластиковую бутылку и снова включим воздуходувку. Вот это да! Понижение давления внутри бутылки приводит к тому, что она сминается внешним атмосферным давлением. Рассмотрим воду, текущую внутри трубы переменного сечения. Если слева в трубу вошел объем В, то такой же объем вышел из трубы справа. Разность давления на концах трубы совершает при этом работу P1-P2 умножить на В. При отсутствии потерь вся эта работа идет на увеличение кинетической энергии воды. Масса – это произведение объема на плотность. Объем сокращается, и мы можем переписать нашу формулу в следующем виде. Величина РОВ квадрат пополам называется скоростным напором жидкости. Закон Бернули гласит, что в идеальной жидкости сумма давления и скоростного напора остается постоянной вдоль трубы. Это соотношение позволяет измерять скорость и объемный расход газа или жидкости, текущей по трубе. Для этого в трубу вставляется специальное устройство, которое называется трубкой Вентури по имени его изобретателя. К трубке присоединен дифференциальный датчик давления. Он измеряет разность давления в узком и широком сечениях, а по этой разности рассчитывается скорость потока. Запустим воздуходувку. Прибор показывает, что за каждую секунду через трубу протекает 12 литров воздуха. А это означает, что при сечении трубы в 3 квадратных сантиметра скорость воздуха в ней составляет 40 метров в секунду. Промышленные трубки Вентури выглядят весьма серьезно. С их помощью можно измерять расход газа, текущего через трубу с небольшими потерями напора. Продолжение следует...